В российской истории особого этого московского князя значительно идеализуется, створается в образ моцного и справедливого монарха. И это не глядя на то, что час его наобнования стал эпохой террора и катывания для властного народа. За что в дагачасной Европе он и отрымал мянушку шахливы. И в историю белорусско-литовского господарства московский князь Иван IV вошел как кат и забойца. Когда говорить о особе Ивана IV, то мид, до речи, неадекватный мид про его великость, про мудрость, про дукованность, створился в российской гистрографии уже в 19-м ста годзе. Но уже в 19-м ста годзе этот миф разумные гистрики просто ликвидовывали. Вот что писал про его Миколай Костомаров. Чудовище, которое лжет в каждом слове. Василий Ключевский называл Ивана IV «зверем от рождения». А Сергей Соловьев писал, что историк никогда не промолвит такому человеку слово «оправдание». В 1558-м годе Иван IV распочиная войну супрацинфлянского ордена. Великого князства Литовска, а так самая Дания и Швеция имкнутся стремать московские военные поспи. Поводля подписанного погодненья владанний ордена у инфлянтах переходит под протекторат Великого князства. С Вильни туда накеровывается войско под очолом Миколая Радзивила-Чорна. У отказ Иван IV распочиная войну супраць Великого князства, якая под даром историков отрымала назву инфлянтской. Инфлянты – земли сучасных Латвии и Эстонии, якие с 13 до 16 ста годзя были под уладой немецкого ордена. В 1562 году московское войско уворвалося на наши земли. Царские воеводы пустошить в околице Мстислава, Дубровне, Копыти, Орши, Шклова де Витебска. А в опошний день студене 1563 года московское войско сплынилось на березе Дзвины, под стенами сторожительного Полоцка. Войско Ивана IV наличвало каля 60 тысяч воинов. Белокаля 200 гарматов, утым лику стен обитные, и каменя, и вогнеки дальние. Однако, значно меньше полоцкий гарнизон сдаваться не сбиравши. Быв навод здейснены, начни вылаз с метой отбить у ворога артиллеры. Палачане рыхтоваляся до долгой облоге. И так и было б, каб не фатальныя помылки полоцкага воеводы Станислава до войны. Першай зихи он срабив, загадавши выгнать с городу, каб поменьшить колька седаков, две тысячи селянов, что умацовывали городские стены. Царские вои шмат зих словили и примусили показать лесные ямы с запасами сбожжа. Другой помылкой став падпал астрога с пасадами и адыход аборонцов и замок. Под прокритцем дыму царские вои заняли место и перетягнули гарматы пад самая замковая стены. 15 лютого 1563 года, пасля двух тыдняв облоги, московская войска захапіла Олацк. Как Иван IV уже ці выглядав як чалавек, свечу такі епізод. Йон зашоў ў храм, узяў ў руки знакаміты крыш Яфросіні Полацкай, злипы Беларусі. А надвороте там написаны проклёны пададзіны, тому, хто насмеліцца забрать гэту святыню з храма вынещ. Іван IV, крамя таго, што был садыстамі, он был ёшча вельмі набожным чалавекам, такое часам здараецца. Іван прачытавшы проклёны, ў жаху кіну аты крыш і выбяг з храма. Над ягонамі абаронцамі і простымі жахарамі Іван IV учыніў жёсткую расправу. Італіець Александр Гванини, які тады служыл комендантам Витябского гарнизона, писав пра тое, што ў Москові ў Сполацка пагнали 50 тысяч палачанов. А ягосучаснік, історік, храніст Матей Страйковські дадавав, што гналі іх, як юдэю да Вавилону. І сотня, може быть, тысячі палачану па дарозі на ўсход просто загінули ў тых зімовах сумётах. Пазагадзе цара, ўсіх яврэяв, што жылі в ў городе, адні мауля так да старых потопили ў твіне. Так само Іван Четвёртый загадав без разбору забивач ўсіх неправославних. Монахи Бернардины і браты Доміникані загінули під шаблями царські хвою. Зверствуєш і гвалт, што чінили московські стральці не пазагадзе, а па ўласным жаданні не паддаюць лічэнню. Спадзея Мінфлянськай вайны ўвязаная адна з полацких таямніців і, я б сказав, трагедай. Якраз ў часы таго ліхалецця знікла славутыя бібліотэка Полацкава Сафійськава сабора, заснаванная ёсче ў часы князя Ізіслава і Єфрачіні Полацкай. На сёнікні дзень вядома толькі адзінацць кнігов з таго збору, які налічываў тысячі і манускриптав, і друкаванах выданнеў. Махчыма якраз тады загінули рукапісы, які налезалі перу самой Єфрачіні Полацкай. Махчыма якраз тады згареў адзін сасписав Полацкай літа пісу. Зачас пановані на Полацчіні масковскіх вайаводав гэтай землі так обезлюделі, што пазній доведецца перасылаць сюды лідзей з інших районах Велікага князць. Пройді ешче шэснацццэць гадав, пакуль Полацк і пауночна ўсходня частка наші дзержавы будзе вызвалінае ад царскіх войску. Новы кароль і Велікі князь Стефан Баторы пасля заключэння Люблецкай куні даведзе гэту довгаю і крываваю вайну до пераможнага конца. Аднаку сім було зразумєла, наступны войны з масковщынай це толь кіпітанні часу. Аднаку сім було зразуміло. Аднаку сім було зразуміло. зразуміло. Аднаку сім було зразуміло.